обзор свитера из смесовки чудесных пряж каких показываю первая основная пряжа это вот такая пряжа прекрасным аппетитным названием малиновый вкус ее составе 20 процентов кидмохер 20 альпака 10 люрекс 50 процентов акрила 820 метров на 100 грамм имеет она вот такую чудесную расцветку такая она сама по себе вот такой вот у нее пушок и понятно что после стирок до после на воду а вот его может 23 вы то этот свитер тоже будет иметь вот эту пушистость и вторая пряжа которая пошла на а кстати да вот эту пряжу я делала в три сложения и следующая пряжа цвет ее называется кармин и это сто процентов шелк лора пиана сто процентов натуральный шелк 6000 метров на 100 грамм и в 6 сложений и вязала такая смесовка по если мы смотрим вот так на видео да мы видим как бы разницу цвета но в реальности эти два цвета очень близки к друг другу они как бы дополняют друг друга вот сейчас я попробую показать может быть получится передать как выглядит петли но я не знаю насколько это видно и передает видео но тем не менее вот эти шесть нитей натурального шелка они может быть типа как меланжа идут дают такое вот то есть мало того что идет люрекс но в жизни он такой желтость за золото с черным да как бы не настолько он вызывающий до пошлый наоборот такой но нормально так смотрится и вот этот блеск шелка у нас только все таки элегантен и и даже не знаю какое слово то есть он не навязчив прекрасен а если учесть что это все еще на видео кстати так не видно но я думаю что но в реальности то есть видно насколько этот пух и думаю что еще пару стирок и весь пух когда выйдет тогда вообще будет то есть где-то под пухом до скрывается вот эти открывается люрекс и шелк то есть вообще красота это изделие вязала сшивным на очень то есть по сути понятно что мне это будет допустим лично это будет свитер в обтяжку но для заказчика для моей заказчицы это прямо оверсайз вот поэтому сделаны широкие резинки к это единственный момент да что с этим свитером получилось что я перевязывала рукава кстати забыла их даже паром не обдала и ну и не стирала это моя к такой косячок надо было все-таки обдать паром тогда но перед отправкой отправлю отпарю значит изделие сшивное вязалось с низу вверх и шел набор я не знаю как называется но вот из него очень красиво вязать резинку 2 на 2 я не знаю как называется этот набор и бог с ним далее я отделила я не могу сказать что я использую это во всех изделиях но есть такие изделия особенно когда просто вяжутся лицевой гладью вот это отделительная вот это отделительная как бы отделительный ряд между резинкой и основным полотном придает некую так скажем изюминку изделию то есть но опять же было бы неплохо если бы по сразу резинкой лицевая гладь это тоже бы смотрелось нормально но все-таки вот эта резинка а кстати сама пряжа очень пластичная и вот этот шок то есть вот тактильно это очень приятное изделие и и я понимаю что вот эти 20 процентов и пока и на самом деле да это как бы 40 процентов натурального состава в этом изделии но тем не менее для этого изделия но все-таки очень я считаю что это очень теплый состав что кидмохер он все такими но пух да что альпака да они очень тепленькие вязала полотно специально не забивая но этот говорю надо еще простернуть и простернуть конечно хорошо бы чтобы вышел именно вот этот весь пух вышел из петель заполнил пространство поднялся наверх то есть ну и тогда это будет чтобы передать всю красоту этого изделия в этом изделии я также не это не использовала не вывязывала пройму то есть потому что изделия для ну прямо сильно оверсайз и пройма здесь нет никакой необходимости и связан вот такой хороший скос плеча я думаю что он наверное на сантиметров 10 этот скос плеча связан может быть чуть меньше но вот где-то так примерно хороший такой скос плеча далее в обязательном порядке провязаны углубление и по переду и по спинке то есть как вперед и легко отличить от спинки если вот так аккуратно положить то сразу чувствуется где заканчивается горловина у спинки и где это вперед вот воротник я перевязывала тоже получается несколько раз изначально я его связала короче и делала закрытое закрытие с накидом мне это не понравилось мне это не понравилось я распускала делала закрытие чтобы было вот такое же как и начало ряда но то есть повторялось и мне это тоже не понравилось в итоге я это not grow видно пока то что где стирано где не постирана где перевязана значит я в итоге тоже опять распустила удлинила еще ворот и сделала закрытие иглой получается один ряд разнесла петли вот так как резинка два на два я разнесла один на один и один ряд полой резинки и далее закрытие иглой вот вообще на мой вкус вот именно так гармошкой вот этот воротник я подставлю конечно фотографию смотрится замечательно но можно и не гармошкой а просто сделать отворот и будет вот такой простой воротничок также я сделала при перед тем как поднимать петли воротника я по краю провязала тамбурным швом наверное это называется именно так и уже из этих петель поднимала воротник за счет этого смотрится край вот этот стык очень аккуратно нет никаких дырочек и почему очень аккуратно все это смотрится вот так я думаю что размеры ну можно конечно как бы сказать сколько петель я набирала на каких спицах вязала если мне память не изменяет резинки здесь и здесь это шестерки основное полотно это семерка если я правильно все говорю ворот начало ну где-то так пять с половиной шесть нет начало наверно на шестерки а уже дальше я вязала на пять с половиной наверное вот так будет если это опять же все это здесь наверное просто сам смысл как вязать а уже вяжем и все равно по своим размерам вот того какая у нас пряжа насколько допустим она пушистая даст ли она забить вот эти петли выступнут пух этот ну естественно допустим но для себя я бы связала подобное изделие но только но будет намного больше поэтому ну можно конечно если кому-то это будет сильно важно могу сказать петлях пока не уехала пока я помню в общем вот такая я тут планирую записывать расход пряжи и я не знаю как я буду в данный момент рассчитывать хотя я думаю что это все несложно но просто что-то меня вылетело из головы скорее всего может быть я просто рассчитаю именно из-за расхода вот этой пряжи основной я уже как бы шелк но в общем посмотрим такая еще раз покажу сейчас светит конечно солнце немножко такая красота и мне повезло у меня остается вот эта пряжа сейчас я покажу посмотрим сколько всего красоту моего красоту так сказать моих весов не обращаем внимание я испортила и его немножко стол красками ой красками эпоксидной смолой я тут увлеклась эпоксидной смолой поэтому маленько порчу меблю так 226 грамм и по моему грамм 40 эти конусы ну значит где-то 190 грамм у меня вот такой чудесной пряжи я думаю что смогу ли я потратить на себя такую чудесную пряжу я не знаю я не знаю может быть я если будут заказы да я бы повторил повторю может быть или маленько как-то вот предыдущий ажурный уловер такая красота ну что ж всех ров всем ровных петелек если у вас есть пожелания вопросы задавайте не стесняйтесь если вы желаете сделать заказ я с удовольствием его приму кстати про заказы да да я совсем забыла рассказать с девочками мы организовали мануфактуру вязальщиц которые же мы живем по всей россии мы все разные и поэтому если вдруг кто-то имеет желание сделать заказ мы можем с удовольствием его принять и выполнить воплотить жизни